Книга «Открытый моком» 4 тонн. Вопрос 1303. Взаимоотношения. Что заставляло Авраама так ревновать о гостеприимстве, если он должен был пойти в ад? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если вы читали книгу «Судьба человека» Шолохова, то должны вспомнить то место, где описывается, что когда пленные русские солдаты находились ночью, закрытые в храме, как среди них пробирался врач, находя больных и помогая им. Зачем ему это нужно было? Для любящего сердца такой вопрос непонятен. Он делает это не ради рая, но только ради того, кому оказывает добро. Гостеприимство Авраама взято в пример и вошло в притчу о богаче и Лазаре. Мы не можем проследить до конца результаты добрых дел. Но Господь дает нам намеки на то, что даже и враги могут сделаться нашими друзьями. Римлянам 12.20. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Апостол Павел сам, находясь в узах, творил добро всем, приходящим к нему, и уловил Анисима, сбежавшего от Филимона. «Итак, твори добро всем, кто действительно в этом нуждается, и делай это ради Христа Спасителя». «Благослови всем сердцем дом, где путнику откроют двери, отыщут место за столом и слово на слово поверят, где ты, шагнув через порог, ничьих владений не нарушишь, где не закрыты на замок шкафы хозяйские и души. Дом, где ночлег тебе дадут, хоть званым гостем ты и не был, где никогда не попрекнут краюшкой съеденного хлеба. Где ты найдешь, когда придешь, радушье, а не равнодушье, где высушат одежду в дождь, и слезы, может быть, осушат, и сердце будет пить за хлеб мир и покой за доброй дверью. Тот дом благослови за хлеб, для всех насущный хлеб доверия». Елизавета Эстюар.